Ну а мы продолжаем наше доброе утро. А вот перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Почва 0,2. Днем плюс 12, плюс 17. И местами плюс 4, плюс 9. В Черкесске ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Днем 15-17 градусов тепла. Язык и легенды земли родной под таким названием в Черкесске. В галерее Республиканского музея проходит выставка, приуроченная 65-летию возвращения карачаевцев на историческую родину. В экспозиции представлены этнические костюмы и живописные работы карачаевских художников. На выставке побывала шерифат Лепшокова. Долгих 14 лет люди ждали возвращения на историческую родину. И этот радостный день настал. Республиканский музей не мог не присоединиться к праздничным мероприятиям, приуроченным 65-летию возвращения карачаевцев. В экспозиции более 60 работ карачаевских художников. Именно Французова, Маршанкулова, Гачьяева, Коканаева, Гогуева, Батчаевой хорошо известны любителям живописи. В их работах жизнь и судьба народа. С его радостями и горестями. И все это на фоне щемящих видов природы. Естественного помощника в труде. В Средней Азии сразу появилось чувство, что и жизни нет без родной реки, прибрежных камней и гор. Все это отображено в картинах художников. Их работы достойны мировых музеев, уверена поэт, прозаик и переводчик Шахриза Богатырева. Я выросла в Ауле Учкулан со стариками, которые часто вспоминали вот эти годы депортации. Люди рассказывали о том, что видели вот с спокойной вот такой последовательностью, как бы подводя, подводя некую черту. Да, так случилось. Спокойное констатирование нашло отражение и в художественных работах. Эти картины спокойны. Они умиротворены, как может быть умиротворен человек, который через множество испытаний наконец возвращается к родным истокам. И он наслаждается тем, что он снова на родине. Картин Зульфии Бачаевой также известны многим любителям искусства. Одна из ее давних работ посвящена теме возвращения. Вдохновленные историей народа художница символично изобразила этот период. На переднем плане стоит горец. В его руках меч. Но это не меч агрессии. Это как раз меч защиты. Это олицетворяет то, что он хочет защитить, и чтобы в следующий раз такого не происходило с нашим народом. На заднем плане девушка в белом платье, которая держит в руках солнце. Это олицетворение новой жизни, возрождение олицетворения. Особое место в галерее отдано работам одного из ведущих художников-модельеров республики Зарима Аджиевой. Этнические карачаевские платья выполнены ее руками и руками помощниц. Казалось, это должны были быть лишь стилизованные свадебные платья. Но нет. В каждом из ее работ можно прочитать карачаевский код. Связь времен – не просто слова для мастера. В ее платьях история и культура народа. Сохранен старинный орнамент, покрой также не изменен. Платья магическим образом присягивают внимание. Секрет в неуловимом мастерстве. Когда стежок к стежку, безупречна каждая деталь. А началось все с серебряного пояса, рассказывает Зарима Аджиева. Ни одно поколение кемар хранится в семье мастерицы, бережно передаваясь по женской линии. Его сохранили в тяжелые годы депортации. Чтобы выживать, люди выменивали на еду последнее. Но семейная реликвия осталась неприкосновенной. Присутствие этого пояса меня всегда подстегивало сделать что-то в национальном стиле. Не всегда эти платья были востребованы. Но, тем не менее, элементы национальной одежды где-то мы всегда использовали этот пояс. Мы всегда хотели надеть, где-то показать его. И гордились тем, что он у нас есть. Он с начала XIX века передается от бабушек, прабабушек из рук в руки. Поэтому, конечно же, я не могла не заняться изготовлением национальных нарядов. В горах всегда ценился труд мастерицы золота-швейки. А сукной, изготовленная руками карачаевских женщин, считалась одним из лучших на Кавказе, рассказывает Зарима Аджиева. «Происходилось смешение культур. Казаки перенимали кавказский костюм, а девушки-горянки научились вышивать крестиком рушники. Человек, который не знает своей истории, культуры, традиций, как дерево без корней. Он не может относиться с уважением к культуре других народов», — говорит мастерица. Выставка продлится до 30 мая. Все желающие смогут прикоснуться к самобытной культуре карачаевцев, по достоинству оценив работы мастеров кисти и ткани. Иногда жизнь разбрасывает людей по разным городам и странам. Но судьба охотно возвращает многих в маленькие города, в родные края. Одна из них — уроженка Карачева-Черкесии Зинаида Михайловна Бахчеванова. Полвека она прожила в Болгарии. И спустя столько лет вернулась на свою родину и заглянула к нам в гости. С ней встретилась Светлана Шаганова. Доброе утро, уважаемые телезрители. Да, сегодня у нас гости из Болгарии. Доброе утро, Зинаида Михайловна. Доброе утро. Зинаида Михайловна, я знаю, что вы очень давно переехали в Болгарию. Скажите, в каком году вы переехали и что стало причиной вашего переезда? Да, я родилась в Косоке-Торурово, Савропольского края, здесь, до селения, которое Косоке-Торурово, сейчас Осетиновка называли. Получается, вы по национальности Осетинка? Осетинка, да. И сколько здесь вы прожили на родине, сколько лет? Значит, я училась не в Косоке-Торурово, я училась в хуторе Дубянске, там воспитывалась. Там воспитывалась, и в 14 лет я уже ушла из Дубянска, была в Ставрополь, пришла в Ставрополь, работала начальник, мороженое торговала в начале. А потом уехала в Махачково, там, значит, устроилась я в Каспийске, в столовой, работала официантом, военной столовой, я работала там официанткой. А вот все-таки вы потом получили образование? Конечно, я заочно училась, я окончила Грозенский институт, я закончила Крачевский госпитинститут, но это совсем позже. Работала я среднеазиогеологом, и там работали болгары. И вот мой муж, я с ним пожила почти полвека. В каком году вы с мужем переехали в Болгарию? В 73-м году я выехала в Болгарию, а в 74-м я уже начала работать там, я получила квартиру. Вообще ко мне, в то время ко мне, и вообще к русским относились очень хорошо там, в то время. А потом просто я поняла, что я не могу без родины, я не могу без этого. Я собралась уезжать, а, конечно, муж не хотел уезжать. Я собралась уезжать, и вот, когда я назначила срок, что я должна уехать весной, муж попадает в аварию. Я пока его поднимала на ноги, и все. И так получилось. Скажите, сколько лет вы прожили в Болгарии? Я практически прожила до сих пор, у меня еще там прописка. У вас гражданское. Гражданство... Никогда не было. Я когда Советский Союз распался, был выбор, можно было взять болгарское, можно было взять паспорт без границ, это было только российское. Вы в совершенстве владеете болгарским языком? Да, я могу даже вам прочитать стихотворение. У вас даже вот акцент, мне кажется, да? Акцент болгарский. Знаете, вначале акцент очень заметен был, очень. Сейчас немножко не отличается, но все равно я говорю мягко. Скажите, а все-таки свой родной осетинский язык вы не забыли? Я не знаю, я не знаю. Знаю только два слова. Римадон. Больше ничего не знаю. Зинаида Михайловна, скажите, пожалуйста, все-таки вот как вы провели эти годы вдали от родины? Как вам Болгария? Стала ли она для вас родной страной? Знаете, многие говорят, что Болгария стала родиной. Я не могу сказать, что она родина. Ну, так же, как не может земля русская сказать, что Болгария, что она болгарская. Я очень люблю свою родину. Не могу вам определить. Просто мое сердце здесь. Я давно рвусь, но не получается. Некуда мне. Но я хочу умереть на родной земле. Негде. Я знаю, что в эти дни вы находитесь в Карачаево-Черкесии, на своей родине. Скажите, может быть, вы найдете своих родственников? А, собственно, мне 84 года. Те, которые остались, меня не знают. Я не воспитывалась сосединами. Вот у меня, которые были в стены, они уехали в Вареникидзе. Это Черкасовы. Но это было давно. Тетя, которая, она умерла. Ее муж умер еще. Я здесь была. А дети, не знаю, они сошли меня. Так что я не надеюсь, что... А молодежь она не знает. Я не знаю. Зинаида Михайловна, скажите, пожалуйста, вы планируете вернуться снова в Болгарию или останетесь здесь? Я не хочу возвращаться сюда. Особенно сейчас. Русофобство в какой-то степени, оно даже в Болгарии проходит. Не знаю. Нет, я не хочу. Даже если было хорошо, я все равно хотела сюда. Я давно ругаюсь сюда. Получается, вы приехали на родную землю. В настоящее время остро стоит ваш жилищный вопрос. И еще у вас нет прописки. Так получается? Да. Ну, дело в том, что я вот сколько я приезжала, я никогда не обращалась с прямым вопросом за себя лично. Мне за себя стыдно говорить. Потому что я пока хожу, я была полезна. Мне жаль то, что вот эти годы, а вот сколько лет я ходила, я бы могла быть полезна. Я общественная как-то. Я всю жизнь была общественной, кроме основной работы. Я считала, общественная, конечно, я считала вторым планом. Но я без нее жить не могла. Я не могу. Вы долгое время жили на родине Ванги. Известной Ванги. Скажите, вот в воспоминаниях, что у вас, может быть, осталось от нее? Были ли вы у нее на приеме? Что можете сказать об этом? Значит, я не читала, но не была. Я не была. В Болгарии ее чтут. Но хочу сказать, что у нас в России ее чтут больше. В Англии в России чтут больше, чем там. Я знаю, вы мне рассказывали, что она очень много предвидела, да, что происходит сейчас в России и в целом в мире. Да, она предвидела, но она не всегда прямо говорила. Она не всем говорила то, что ждет плохо. Вот. Но наши, обращались наши. Вот, например, она сказала за космонавта, за Юрия Гагарина, когда случилась беда, она сказала, Юрий не умер, он живой, но его украли. Я знаю, что вы пишете стихи. Скажите, как давно вы начали увлекаться этим? Я давно, я еще с детства. Но я никогда их не собирала. И мне кажется, даже в детстве они у меня получались лучше. Потому что я напишу кому-то. Кто-то скажет, напиши для меня. Я напишу. Или на день рождения, или что-то, или на какое-то торжество. Ну, это такие, совсем не связанные с политикой. Не связанные с злободневностью. Когда я уехала в Болгарию, я в основном пишу злободневные стихи. Какие-то события я к ним пишу. Может, они у меня не так хорошо и получаются. Динаида Михайловна, в Болгарии стоит памятник русскому солдату Алеше. Скажите, да, вот вы посвятили стихи, может быть, этому Алеше, русскому солдату? Я вообще не... да, я Алеше посвятила. И вообще всем нашим солдатам, которые ушли из этого света. Очень хотелось бы послушать это стихотворение, посвященное русскому солдату. Прочтите, пожалуйста. Это стихотворение я написала в 1975 году. Словно Алеша над Плодневым, так в Братиславе солдат Стоит увыковеченный со знаменем в руках И смотрит на город чудесный, слегка пришурив глаза, Словно вспомнил он русскую песню Всех лет ушедших издалека. И казалось ему, что он дома, У порога он снял сапоги, Отдохнуть бы ему немного от военной большой пурги. Он пешком шел из гор Кавказа, В Братиславе через Москву И себя не представил ни разу Славу каменную свою. И горит огонь ему вечный, А он взор свой поднял в путь млечный, Терпеливо за миром следит. На душе ему очень больно, Что наш враг у ворот стоит. И клянется солдат собою, Что на внуках себя возродит. Спасибо большое за ваше творчество. Это еще не последнее стихотворение, которое вы написали. Впереди у вас еще много стихов, Ненаписанных. Я вам благодарна, Что вы приехали на свою родную землю, В Карачаево-Черкесию. Пришли на наше республиканское телевидение, Заявили о себе. Я в свою очередь желаю, Что вы все-таки нашли свой дом, Чтобы все у вас сложилось в жизни хорошо. Бог видит. Я думаю, что он вам поможет во всем. Конечно, вам крепкого здоровья И огромного вам терпения. Дорогие мои друзья, Дорогие мои родственники, Если еще живы, И если еще помните, Я нахожусь в Карачаево-Черкесии. Это моя родина. Столько лет я не была на родной земле, Но я каждый год почти приезжала. Мне бы очень хотелось, Чтобы я вас нашла. Мне бы очень хотелось остаться здесь. Давайте еще напомним, В девичестве ваша фамилия, скажите. Таксировая Зинаида Михайловна. Вы родились в Осетиновке, правильно? Осетиновке, Костоке, Тогорово-Старопольского края. 38-го года рождения. У меня, значит, были родственники Таксировой карачаевским. Я не знаю, где. Бываю, Зинаи, там. Одни куда-то уехали в Россию, Потерялись. Это давно было. А Каргиновый, Черкасовый, Ворожневый Кидзин. Ну, не знаю, помнят ли они меня. Потому что взрослый-то умер, Ее молодежь, может быть, и не знает. Зинаида Михайловна, я думаю, Что мир не без добрых людей. Обязательно найдутся люди, Обязательно пригласят вас. Я думаю, что все у вас в жизни получится. Все служится хорошо. После нашей программы. Знаете, Света, я хочу сказать, Что пока я сейчас вот такой голос немножко, Пока я еще в силах своих, Мне бы хотелось быть полезной. Света, Идут праздники. Во-первых, сейчас 100-летие Карачаево-Черкесии. А 9 мая, который Никак нельзя его забыть, Никак его обойти. Я вам желаю всего доброго и хорошего. Поздравляю вас и в вашем лице Всю Карачаево-Черкесию. С праздником всех. Спасибо большое, Зинаида Михайловна. Спасибо огромное. С вами очень приятно общаться. Вы очень интересный человек. Я тоже вам желаю всего самого наилучшего. Пусть Бог поможет вам во всем. Спасибо. Уважаемые телезрители, Я напоминаю вам, Что этим утром К нам в гости заглянула Замечательная Зинаида Михайловна Бахчеванова. Она подарила нам много позитивных моментов. И, конечно, свои стихи. В мае стартовали съемки Игрового художественного полнометражного фильма Артура Найманова «Испытание аулом». Картины будут снимать В Ногайском районе Республики. По задумке авторов, Съемочный процесс займет два месяца И завершится 30 июня. О части закулисной жизни, Проводимой над созданием фильма, Расскажет Альбина Ламкова. Скажи, все с усмешкой теперь. Если у нас, похоже, тяжело будет. Фильм «Испытание аулом» В жанре легкой комедии Описывает столкновения двух культур. Большинство ролей в картине Исполнят местные жители – Дети и подростки. Им пришлось пройти азы Актерского мастерства. Педагогом и наставником В этом деле стал актер Абадинского театра Зураб Капсергенов. Комедийный жанр Он охарактеризовал сложным. В дополнение к этому Необходимо было организовать детей И подготовить животных. Что они делают задачу легкой. Но, тем не менее, Съемочная команда Настроена серьезно. От того, что работа сложная, Интерес процесса в создании фильма В разы увеличивается. Также Зураб отметил, Что кино с участием детей Не только занимательное, Но и смотрится легко. Роль ребятам подбирают По их характеру и желанию. Это тонкая работа, В которой к каждому ребенку Применяют индивидуальный подход. Отметил Зураб. Стараюсь давать полнейшую свободу, Чтобы не было какого-то наигрыша, А чтобы именно внутренне Они могли погрузиться. Поэтому мы здесь лекции не читаем. Это определенный каркас, да. Туда я уже потихонечку Стараюсь добавить листья, цветочки И так далее, Чтобы роль получилась интересной. То есть мы должны договориться с одними, Как с животным договориться, И поверить вот этим вот животным, Которые, ну, должны нам помочь. Это какое-то чудо должно произойти. Не показывать свой характер, Так скажем. Помогать нам. Главный герой фильма «Испытания аулом» Амир Кумратов. Мальчик после 11 лет жизни в Москве В силу семейных обстоятельств Возвращается на родину в аул на Кавказе. К бабушке и дедушке. Здесь ему, не знающему ничего о сельской жизни, Даже не владеющему родным языком, Предстоит осваивать новый мир. У Амира с главным героем много общего. Поэтому и кастинг прошел с легкостью. А уж как сложится весь съемочный процесс, Покажет конечный продукт. Я в школе увидела объявление На кастинг, в фильм. Вот пришел, Рассказал там О себе. И потом мне вызвали на репетицию. Есть что-то общее между вами? Ну да, есть, мне кажется. Будешь исправляться, будешь я заключить? Буду. Алсу приехала из Башкирии. Она костюмер. И первое, что отметила по прибытию, Здешнее гостеприимство и отзывчивость. Настолько отзывчивые люди, Что мы когда начали искать и дали клич, Что нам нужна такая вот аульская одежда, Ну больше, чтобы это все подходило по атмосфере, Что это все такое вот пожившее, Своя история есть. И люди начали как бы отзываться. Хотелось бы выразить благодарность всем ребятам, Кто включается в проект, Кто поддерживает Вот весь этот подготовительный период Во время того, Как мы готовили сценарий, В особенности отдельно Хочется сказать большое спасибо Зурабу Замировичу Агирбову, Министру культуры. Альбина Ламкова, Алима Джигапирова, Максим Долгов, Вести Корчаева, Черкесия, Ногайский район. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов. Но в 14.30 смотрите информационный выпуск Вестей Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи.